И вот он домой приходит, делает свои уроки, и точно так же сидит все время в компьютере, и всем хорошо. Какие еще бывают факторы, которые приводят к такому поведению родителей, которые называются гиперопекой? И родителям иногда сложно отличить гиперопеку от опеки, ведь они... Надо главное сказать, что все это делается из лучших побуждений. Много десятилетий, как правило, бал. Все лучшее детям. У узбекского народа есть такая поговорка, что в переводе означает «береженный глаз попадает в саноза». Как вы уже догадались, я сегодня со своей коллегой будем обсуждать такую шепетильную тему, которая называется гиперопека. Позвольте представить свою коллегу Зимфир Талгатману Галиаскарову. Зимфир Талгатману большой педагог с большим опытом педагогическим по образованию, педагог-психолог, учитель начальных классов и заместитель директора по учебно-воспитательным делам в профископ. Зимфир Талгатману, здравствуйте. Здравствуйте, Куршук Адбекович. Здравствуйте, дорогие зрители. Зимфир Талгатману, мы часто говорим, это тема такая для педагогов, что мы каждый день сталкиваемся с теми или иними проявлениями опеки и гиперопеки родителей над своими детьми. Для разогрева, пожалуйста, приведите какой-нибудь один жизненный кейс. Что это такое гиперопека и какие бы бывали у вас там в профессиональном опыте такое? Да, гиперопека – это такое действительно щепетильное понятие, и родителям иногда сложно отличить гиперопеку от опеки, ведь они, надо главное сказать, что все это делается из лучших побуждений. Родители хотят самого лучшего для своего ребенка, но иногда не понимают, что вот переходит грань. Приведу три примера. Был такой вот мальчик, он питался, например, очень сбалансированно. Вообще тема питания, она всегда щепетильная и всегда остро стоит у любого родителя. Ребенок питался очень сбалансированно. Он ел и брокколи, и капусту, и кабачки. Все, что дети в основном не любят или любят, но очень немногие, ребенок этим питался. Но, единственное было но, он все это ел через блендер. То есть он не знает, что такое кусковая пища, а он уже ученик начальной школы. Для уточнения, через блендер, значит, в таком консистенции, да, в пюре. Да, консистенция пюре. Но его питание очень сбалансированное. И до начальной школы, и вообще в начальной школе он пищу никогда кусковую не ел, потому что родители боялись, что он может подавиться. Возраст 8-9 лет. Да, ну, примерно так, да. То есть родители видели какой-то негативный пример, и вот они очень боялись, и вот смотрели за его таким питанием. Из лучших побуждений, конечно. Второй пример. Родитель, отправляя ребенка в школу, дает очень много указаний ребенку, что ему можно, нельзя. Классному руководителю дает указания. Сладкий чай нельзя, например. Хлеб нельзя, лишнюю булочку нельзя. Много-много нельзя. Вот только вот это вот можно. И щепетильно за этим следит. Ребенок выпьет сладкий чай, придет, расскажет. Родитель звонит педагогу. Почему вы не проследили, почему он попил чай этот сладкий? Ему ведь, знаете, нельзя. Почему он съел вторую булочку, ему нельзя. Ему можно было есть только одну. И так далее, и так далее. Эти баталии происходят постоянно. И третий пример. Тоже ученик начальной школы. В начале учебного года родитель проговорил и с ребенком, и с учителем. Прошелся по меню и сказал, вот это ему нельзя, потому что принцип нашей семьи. Много овощей, поменьше углеводов. Поэтому он не ест там кашу, не ест хлеб. А если хлеб, то только черный, ну и так далее. Один раз это проговорив, ребенок абсолютно осознанно. Родитель его не дергает больше, не дергает классного руководителя. И ребенок сам знает, что ему можно, что ему нельзя. Если ему накрыли, например, те же самые спагетти, которые не ест он, ребенок покойно подходит, говорит, мне не спагетти, замените, пожалуйста, на рис. Ему меняют. И к теме питания с этим родителем больше мы не возвращаемся. А, значит, вы сейчас показываете примеры, через которых мы понимаем, какие бывают уровни опеки или гиперопеки, да? Да, что такое? Во всех трех случаях, во всех трех случаях родители из лучших побуждений заботятся о ребенке. Но, как нетрудно догадаться, третий случай – это случай заботы, когда ребенок самостоятельно может, и уже в начальной школе это абсолютно, он это может сделать, и он это делает. И понимает, для чего он это делает. Да, для чего это делает. Это стиль их семьи. И он понимает, что это не запреты, а ему уже было объяснено уже давно, почему они питаются таким или иным образом. И родители полностью доверяют ребенку, не перепроверяют его. Ну, а второй стиль – это происходит из тревожности, да, родителей. И ребенок еще не самостоятельен, то есть он не приучен к этой самостоятельности в выборе питания, он не понимает до конца, почему это нужно или не нужно делать. Вот. Ну, а третий стиль – это уже вот этот тот самый «too much», когда уже гиперопека зашкаливает, все мыслимые пределы. Значит, мы сейчас должны говорить сначала о факторах, которые приводят к такому поведению родителей, в воспитании ребенка. Значит, что, как это получается, что одни родители гиперопекуны, и другие там опекают, конечно, все мы родители. Мы с вами, конечно, педагоги, плюс к этому и родители, да. А кто нас смотрит, там есть бывалые родители, там молодые родители, там будущие родители. Но когда-то же они-то становятся таковыми, то есть у них такое поведение начинается, да, гиперопекать. Какие факторы? Вот я могу несколько факторов привести из своего же опыта, потому что ко мне тоже, когда как директор школы обращается, сначала мы их слушаем, да, вот что вас тревожит, в чем дело, почему вы и так думаете, что это неправильно, или как, почему переживаете. Путем вот задачи таких вопросов, наводящих, я часто понимаю, что очень часто бывают слишком банальные факторы. Допустим, ребёнок в маленьком возрасте очень много болел. Вот он болел, и любое там шмыганье носом, да, любое расстройство желудка у родителей вызывает вот эти воспоминания, дурные воспоминания у него там вспоминаются и вызывает страх. Поэтому начинает уже по всем врачам возить, антибиотиками пичкать и так далее. Или же бывает так, какое-нибудь, опять-таки, дурное событие в каком-то возрасте, допустим, когда-то он где-то там с детьми игрался и ногу сломал, и всякий раз, когда он с другими ребятами сталкивается или во дворе, или в спортзале, это вызывает у них страх. У родителей, как вы правильно заметили, родители тревожатся по каждому поводу и без повода. И очень часто гиперопека – это такой стиль поведения, который передаётся из поколения в поколение. То есть другого стиля родители не знают. Когда их забота… Вот чем отличить? Главное, вот родителю понять, что он заботится, или это слишком. Когда ваша забота мешает ребёнку быть самостоятельным. Вот главная забота, то есть когда он самостоятельно… Например, гиперопека, она же бывает нескольких видов, да, и распространённый – это доминирующий стиль гиперопеки и опекающий. Вот в чём разница, но всё это чрезмерная забота. Когда и тот, и другой стиль опеки, они забирают главное, забирают самостоятельность у ребёнка. Первый стиль опекающий – это когда ребёнок самый-самый для своих родителей, самый умный, самый красивый, самый прекрасный. Он всё делает правильно, даже если он при этом обижает других людей. Но они всегда найдут оправдание, почему он это делает. Это не он первый, другие первые, да. То есть это… А его ребёнок всё делает правильно. То есть если таким родителям укажешь на какие-то там неправильные поступки ребёнка, да, или заблуждение ребёнка просто, то такой родитель воспринимает это в штыки вот как оскорбление личное. Потому что другие… Учитель, может быть, да, или руководитель, или другой родитель сомневается в том, что он идеальный родитель. Ведь он идеальный родитель, у него идеальный ребёнок. И такие дети сталкиваются с определёнными трудностями, когда вырастают. Об этом вот поговорим, да, позже. И есть ещё один стиль опеки, доминирующий. Это когда родители пытаются всё сделать за ребёнка. То есть не надо тебе убираться, самое главное – тебе учиться. Учись, много читай, решай там, пиши. Но убираться дома не надо, мы всё сами. Ещё успеешь – вырастешь. Вырастешь, вернее, успеешь ещё там убираться. Не надо за хлебом сбегать, я сам сбегаю. Да, я там абсолютно. Конечно, мы, все мои родители, и, конечно же, всего самого лучшего желаем своим детям. Ещё часто бывают наши свои же боли в детстве. Если у меня чего-то не было, пусть у ребёнка будет. Всё самое лучшее. Да, всё самое лучшее будет. У меня не было, пусть у него. Я не смог стать таким, пусть он становится. Много тут разных факторов. Но, получается, эти факторы все связаны либо с наследственностью. Наследственность – это не генетическое. Это, скорее всего, как нас учили, так и мы. Наследственное воспитание, так сказать. Да. Это я встречаю даже в деятельности педагогов. Допустим, приведу пример учителей литературы. Наверняка у каждого в школьные годы был учитель литературы, который просто говорил, ребята, по две строчки читаем вот этого длинного стиха. Пока все дочитают, урок закончился. Потом кто-нибудь из них становится учителем литературы, приходит в класс и всю жизнь так начинает вести. Потому что он думает, это правильный урок, таким должен быть. То же самое, если вот такой гиперопеку видели в исполнении своих родителей, наверное, так бывает. Или же, как я уже раньше говорил, это какие-то страхи, боли, беда какая-то или дурные воспоминания никак не дают покоя и приводят к такому поведению. Хорошо, а что надо делать, чтобы отличить, что такое гиперопека и что такое здоровая опека? Как мы должны понимать? Потому что плохих родителей нет. Каждый считает, что он правильно воспитывает. Старается. Просто так говорить вы неправильно делаете, и вы плохой родитель. Никто в этом не признается. Наша с вами задача это сказать хотя бы, что, вот как отличаем, да, вот где грань вот этой вот гиперопеки, когда она становится гипер, излишним. Знаете, чтобы опека в гиперопеку не переходила, родители никогда не должны забывать о себе. Поэтому очень правильно, когда говорят в самолетах, сначала оденьте маску на себя, потом на ребенка. Вот по этому принципу надо строить свою жизнь. То есть родитель, знаете, есть такая фраза, очень банальная, избитая, и она вообще в педагогике, в психологии много десятилетий, как бы правило БАУ, все лучшее детям, да, это фраза еще из Советского Союза, все лучшее детям. Нет, это фраза, которая вот делает детей инфантильными. Все лучшее не должно быть детям. Из лучших побуждений. Сейчас объясню почему. Или когда лучший кусок мы даем ребенку, да, себе там что-то похуже оставим, ребенку лучший кусок. То есть вот из этого, вот это начало гиперопеки. И начало того, что ребенок воспринимает мир только, мир воспринимает как что-то такое, что вокруг… С ярких красками. Да, крутится только вокруг него. Иногда, знаете, какие-то вот болезненные опыты, которые в детстве мы должны пережить, он полезный и нужный. А вот эта гиперопека, она намного хуже сказывается, чем, например, какой-то болезненный опыт. Когда мы, вот когда родитель начинает мыслить, я оденусь похуже или я что-то себе не докуплю, а вот ребенку сделаю, тогда вот это вот начало, вот этой грань гиперзаботы. То есть когда ребенок, он, ребенок вырастает, а когда родители, когда ребенок начинает вырастать, да, особенно в подростковом возрасте, он перестает ценить своих родителей, он перестает уважать своих родителей, он считает, что ему положено вот самое лучшее. И тогда родитель уже вот иногда довольно поздно начинает понимать, он говорит, я все для него делаю, а он не ценит это. Я стараюсь, а он не ценит. Я жизнь отдал тебе. Да, я жизнь на тебя положил, то есть он считает, что теперь ребенок ему по гроб жизни обязан, и он не может сепарироваться от своего ребенка, отойти, да. И вот эта вот сепарация очень болезненно происходит или не происходит, вот это и есть вот эта грань, когда мы стараемся, вернее, начало вот этой гиперопеки, когда мы все лучшее стараемся детям дать. Конечно, это сказывается не только в отношениях только родителя ребенка, а когда по своему с вами нашему опыту, когда смотрим, допустим, ребенок в шестом классе к нам пришел, знакомится с новым классом, до этого воспитывался под гиперопекой, и сразу это ощущается, потому что он уже пошел в новый коллектив, потом родители возмущаются, почему к нему так относятся. Никак не относятся, на самом деле. Дети относятся так, как им привычно, то есть они нормально относятся, просто этот ребенок не видит там ту же опеку, потому что опеку-то ребенок теперь ожидает не только от родителя, правильно? Теперь он начинает ожидать гиперопеку и от учителя, от одноклассников, от всего, кто окружает его. А теперь представьте, во взрослой жизни, когда он вливается в социум, чем это тревато? Давайте плавно к этому переходим. Чем тревато? То есть к чему приведет? Я могу сказать так, что он начинает уже быть чересчур требовательным, а требовательность – это вообще-то вещь хорошая, но когда ты требуешь сверхъестественное или требуешь от людей, уже не только от родителей, а от окружающих, больше того, что ты заслуживаешь, или вообще больше того, что они могут тебе дать, это только от тебя самого расстроит. Людям-то нормально живется, в принципе, да? Они своей жизнью живут. Допустим, по дороге, когда передвигаешься, я сразу чувствую, кто готов к стрессовым ситуациям, элементарно в пробках, кто ведет себя как, сразу чувствуется, этот не может. Вот сразу для него всегда дороги ровные должны быть, всегда зеленый должен гореть, и начинает очень сильно нервничать, просто музыку поставить и не может расслабиться. Много таких факторов, если у вас есть примеры, или именно во взрослой жизни, или предполагаемые, вот как в науке, в педагогике, в психологии, что говорится, к чему это может привести. Вот вы говорили инфантильность, да, я к сведению хочу сказать, инфантильность – это слово, которое происходит от слова «инфант», это значит «младенец», да, когда ребенок или даже взрослый человек уже остается как младенец, он нуждается все время в опеке. Психологически он всегда младенец. Да, да. Вот к чему это может еще привести? Именно во взрослой жизни, в социальной сфере, в социуме. Вот, да, приведу пример такой, знаете, интернет, компьютеры, они вот этой гиперзаботе, в гиперзаботе родителям помогают. А, они их спровоцируют, да. Я приведу пример, то есть молодой человек хорошо учился, всегда таким был правильным мальчиком, например, да, или девочкой, хорошо учился, особо там родители не разрешали ему где-то гулять, во двор выходить, потому что эти дурные мальчишки, девчонки неправильное влияние имеют, они там матерятся, ругаются и так далее, а он хороший мальчик, таким словам не научен и, не дай бог, научится, там драки, выяснение отношений, такое нам не нужно. То есть родитель так думает, да, и он не пускает ребенка на улицу, и ребенок привыкает к тому, что вот этих вот жизненных барьеров и каких-то острых углов, которые он вот может встретить во дворе, он не встречает. Дома у него все хорошо, у него всегда вкусненькая еда, он пришел, уроки сделал, других забот у него нет, и компьютер, родитель думает, лучше пусть вот за компьютером сидит, таких, сейчас уже выросло целое поколение таких детей, пусть за компьютером сидит, вот ему безлимитный трафик, он там играет, с кем-то общается, в интернете только общаются, да, я слежу, у меня родительский контроль, я слежу за этим, не дай бог там что-то, какое-то общение с ненужным человеком, я сразу это прекращаю, вот, и ребенок так вот, подростковый возраст у него так вот гладенько проходит, без особых стрессов, все ему готовое, мама или там папа или семья вся зарабатывает хорошо, от ребенка ничего не требуют, все ему лучшее дают, и в универ он поступает тоже гладенько, потому что он же в школе учился в принципе хорошо, таких проблем не было, точно так же в университете он ходит только на свои пары, особо там ни с кем тоже не общается, так вот у него есть может быть один друг, и вот он домой приходит, делает свои уроки, и точно так же сидит все время в компьютере, и всем хорошо, ребенок на глазах, при родителях, он не втянут ни в какие дурные компании, то есть все как бы довольны. Заканчивает такой молодой человек университет, ему нужно идти на работу, и вот здесь вот, вот эти все последствия вот этой гиперопеки, когда ребенок находится в таком коконе, коконе заботы начинается вот здесь, ребенок такой молодой человек работать где-то подолгу не может, то есть здесь у него дурной начальник, здесь у него не такой коллектив, здесь недостаточные условия, здесь какая-то не та зарплата, которой он достоин, хотя он еще молодой специалист, и в принципе особо ничего не умеет, но он уже претендует только на самое лучшее, только на самое большее. Вот эта инфантильность увидится вот здесь, то есть когда приходят такие люди на работу, я смотрю, например, трудовую книжку, я вижу, что он здесь полгода, там годик, и везде у него есть, у него реально объективные причины, то есть он не придумывает, но все ему должны, и везде все несовершенно. Точно, вот эту мысль я как раз хотел сказать, когда не только от родителя теперь будешь ждать, а понимаешь, почему он на меня так смотрит, почему он мне этого не сделал, вообще не думает, а он обязан мне этого сделать для меня, такие условия создать, допустим. У меня был чисто личный пример такой есть, вот недавно уже 4 сентября, значит, начинается учебный год, и из Андижана, откуда я родом, приезжает моя тетя. Моей тетей внук поступил в вуз, ташкентский вуз, она еще заранее меня предупреждала, вот, мол, племянник твой поступил, вот, будешь помогать, я без проблем, отправьте его, в сентябре отправьте, я буду помогать ему, без проблем, мальчик, между прочим. Это считает 12 лет, но 4 сентября с утра мне звонят, ты где? Я говорю, я где, я в школе, я в школе говорю, вот, мы приехали, давай, встречай нас, я говорю, смотрите, вы где? Мы там, в универе. Побудьте там, у меня первый звонок, сегодня у меня очень занятой день, вы сейчас вызываете такси, говорю, езжайте к нам домой, побудьте дома у нас, а я решу, помогу найти ему этот общежитие, место в общежитии, да, как бы, мальчик, 12 лет. Они не могут верить в это, я говорю, вы же ко мне приехали, что я решу этот вопрос, да, я решу, побудьте у нас дома, я решу. Нет, целый день они у ворот университета простояли, хотя вопрос я уже действительно решил к полудня, да, допустим. Потом, когда я уже еле как освободился, я все-таки поехал туда, они стоят, ждут, я говорю, так не делайте больше, говорю, это мальчик. Вы бы могли просто его отправить сюда ко мне, я бы позаботился, потом пускал бы его на свободное плавание сразу же, он мне никогда нигде не пропал бы. Мальчик, я не скажу, он инфантилен, потому что я вижу по глазам, ему уже неудобно действительно под опекой, потому что приехали кто? Дядя мой, тетя, тетина дочь и ее сын. И таксист еще, который они оттуда сюда наняли. Это пять человек стоят. Мальчик, действительно, мальчик, он вырос в более суровых условиях, он самостоятельный, кажется, глаза горят, он еще говорит, а, уже полгода поживу в общаге, потом пойду в квартиру там снимать. Молодец, молодец. Вон тогда я вспомнил себя, как это было, это 2001 год, в Ташкент приезжаем, папа там на дорогу деньги дает, только, оказывается, на дорогу хватит этих денег. Он даже мыслить не мог, где я буду жить вообще, будет ли общежитие, нет. Мы тоже не думали, мы думали, как, мы поедем, там будет общежитие, и все, все решится. Просто так не было, конечно, пришли, там полтора дня ждали, где-то там как-то, все-таки решили, да. С этого начинается, как уже ты начинаешь решать свои вопросы, уже в драке ли это, да. Нельзя сказать же, что в жизни у человека драк не будет, да. Так же мы не сможем же это все время защищать от всех черных этих проявлений нашей жизни, правильно? Поэтому, вон тогда я вспомнил этот случай, я сказал, больше так не делайте, и пусть сам, уже сам решает. На всякий случай я тут есть, но я здесь опекать его не буду, помогать буду. Да, молодец, он уже пошел, и тетя моя, видимо, поняла, что так нельзя. Это уже, конечно, из той серии, вот когда мы, родители, переживаем, да, конечно, мы не хотим, чтобы наши дети где-то там без жилья остались, да, мучились, без денег оставались и так далее, но жизнь сама такая, в жизни и без денег останемся, и хорошие дни будут, главное же, инфантильными не быть, да. Как бы, хорошо, что надо делать, чтобы так не было? Я приведу пример такой. Людмила Петрановская, известный детский психолог, в своей книге «Тайна опора» описывает такой эксперимент. Дети и родители были разделены на группы. Они об этом не знали, просто за ними наблюдали. Значит, этих детей и родителей все вместе поместили в комнату, где было очень много разных игрушек, каких-то детских пособий, всего такого самого интересного. И психологи наблюдали и увидели следующую картину. Одна группа родителей все запрещала своим детям, сиди, не вставай, не трогай и так далее. Это одна группа родителей. Вторая группа родителей брали своих детей, подводили каждые игрушки, там рекомендовали им какое-то пособие, именно это пособие, вот чтобы они играли. Третья группа родителей ничего не запрещала детям, они сидели, дети сами там ходили, что-то смотрели, делали. И четвертая группа родителей была такая, которые сами с увлечением все искали, смотрели, играли, вообще не обращали внимания на ребенка, как бы ребенок сам вовлекался в эту игру или не вовлекался. Ну, родитель был сам по себе, ребенок сам по себе. И после этого эксперимента за этими парами, родителями, родитьми еще какое-то время наблюдали психологи, и они пришли к такому выводу. Они увидели, что самые лучшие результаты вообще по жизни у тех детей и родителей из третьей и четвертой группы. То есть именно те родители, которые не трогали детей, предоставляли им эту свободу выбора, или наоборот, сами были увлечены этой жизнью, увлечены всем происходящим, и вот таким образом вовлекали детей личным просто примером. Это были самые лучшие результаты по жизни у таких детей и родителей. И у первой группы детей были несколько лучшие результаты, чем у второй. То есть таким детям хотя бы, они хотя бы глазами им не запрещали, не руководили там что-то смотреть, изучать. А вот те родители, которые вот так брали детей, подводили, давай вот в этом играть, давай вот это делать, вот таким образом заставляли детей, вот у этих детей были худшие результаты по жизни. То есть вот этим примером можно, я думаю, подвести вот к тому, что родители должны понимать, дети должны выбирать сами. Не всегда этот выбор нам может нравиться. Нельзя оберегать детей. Вот смотрите, когда ребенок в три года, вот эта самостоятельность плюс-минус год, там в три года где-то, чуть у кого-то раньше, чуть позже начинается. И знаете, вот в это время, конечно, ребенок в три года делает все неумело, у него все упадет, одеваться он будет. Я не знаю, там, я сама могла за минуту его одеть, он 15 минут будет одеваться. Конечно, мы хотим, ой, давай быстрее, я сама, да? Ладно, это один раз можно сделать, когда это реально оправдано. Но если это делать из раза в раз, что происходит у таких детей? Они начинают истерить. Вот этот кризис трех лет, они проходят очень тяжело. Они начинают истерить, капризничать, потому что подавленная самостоятельность, постоянная подавленная самостоятельность, она приводит к агрессии. Он все равно взрывается. Да, он взрывается, приводит к агрессии. Поэтому, начиная с трех лет, да, ну и раньше вообще, не надо мешать ребенку самостоятельно изучать этот мир, самостоятельно одеваться, самостоятельно есть, не надо кормить. Мы иногда приходим и видим, как вот мы, как педагоги, видим, в школу приходит начальную ребенок, он уже в первый класс приходит, а его кормят из ложки. То есть, говорит, пожалуйста, посудите, чтобы он кушал, покормите его. То есть, его кормили. Потому что у него плохой аппетит, там много причин, да, родители как бы тревожились, но вот эта тревожность... Они причину не устраняют, а просто... Да, они просто делают за бабушку, за маму, кушай, кушай, да. Кушай, кушай и кормят главные ложки. Он сам не кушает, потому что он будет долго кушать, он кушает неаккуратно. Вот очень часто современных родителей вот это нервирует, что вот неаккуратно, где-то вляпается, все должно быть чистенько, аккуратно. Мы выводим ребенка гулять, мы... Не ходи туда, песок не трогай, с глины не играй, на качелю садись аккуратно, потому что ты испачкаешься. И вот это вот ребенок, он уже до такой степени боится, что он вообще на площадке лечки рак не двигается. А, между прочим, некоторые ребята, если испачкают штаной, да, допустим, просто глиной, да, не важно тема. Не ругают очень сильно. А они плачут. Я сразу понимаю, почему плачет ребенок. Боится, мать сейчас будет ругать, хотя мать не будет ругать, но боится все. С улицы чистыми вернуться, это не выйти на улицу, считай, да, как бы? Нет, да, чтобы отбить самостоятельность ребенка, его не обязательно ругать при этом. Просто обронить, ну вот ты опять как свинья, или там поросенок, или почему ты грязный, все дети чистые. Знаете, приведу такой смешной случай, когда мой ребенок маленький играл. Вот спасибо, спасибо моей маме, нашей бабушке, да, когда он был маленький, он играл на улице. Знаете, мы его за порогом, мы его вот так вытряхивали, потому что с него сыпался песок и все такое. Мама не запрещала ему, он лазил везде, где хотел, изучал, что хотел, он копался часами в песке, иногда попадая, естественно, песком себе и в глаз, и на голову, но мама ему не запрещала, она там отряхнет его, и он сам самостоятельно везде все изучал, она просто вот рядом была. То есть он всегда приходил грязный, но тем не менее сейчас, к своему там уже возрасту, он не страдает тем, что он грязнули. Значит, здесь главное, ребенок сам понимал, что ему выгодно, что нет, да, как бы вот сильно что-то, он же не будет просто так, а я буду грязной и с кроссовкой в болото пойти, правильно? И он должен понимать, что ему сейчас это не выгодно, грязными этими ходить, но вдруг если упал и спачкал, это ничего страшного. Да, это абсолютно нормально. А что насчет вот таких, скажем, ладно, про матери часто говорим, про отцов, да, как бы вроде бы ничем не страдают, очень хорошо понимают важность воспитания, да, и очень активно даже участвуют. Сейчас мы часто же страдаем от того, что родители, особенно отцы, не участвуют, да, как бы целый день там, час не общаются сразу, а есть такие отцы, молодцы, все время там участвуют, на базар вместе ходят, вместе там уроки делают, но при этом тоже проявляют какие-то признаки гиперопеки, типа это я думаю, не от того ли это, что я выбрал самый лучший способ воспитания, и вот будет так, как я этот, или если он сам хороших результатов в жизни добился, хорошую семью, да, карьеру и так далее, и старается копировать себя, как бы, да, клонировать, что ли, что вы думаете на этот счет? Ну, опять-таки это все идет из лучших побуждений, но здесь еще одна сторона гиперопеки, это гиперконтроль. То есть вот очень часто отцы, вот тоже вот в наших примерах, да, жизненных, мы видим, есть такие отцы, мы матерей не видим, то есть мы даже не знаем, как мама выглядит, ребенка, но мы знаем везде отец, то есть отец молодец, он и зарабатывает, и за ребенком смотрит, и что-то, если что-то произойдет, что-то надо, вы мне звоните, маме не звоните, то есть он за всех, он за маму решает, он и за папу решает, то есть, опять-таки, здесь вот эта грань, too much, это происходит от того, что вот этот папа считает, вот только он знает, как правильно, только он умеет, как правильно, он перфекционист по жизни, бывает такое, может быть, он не совсем реализован в каких-то других своих сферах, да, может быть, он хотел там быть, я не знаю, что там, гениальным художником, ну, опять-таки, ерундой не занимайся, художник, это что-то такое очень не... он не реализовался вот в этом, а потенциал у него большой, вот, да, он делает другую работу, он делает ее хорошо, но он таким образом становится быть супер-отцом, чтобы вот то, что он не дополучил в детстве, дополучит его ребенок, но вот гиперконтроль, это тоже из области гиперопеки, когда отцы стараются во всем контролировать своих детей, вплоть до того, что вот приходят, говорят, вот с этим мальчиком или девочкой, пусть он не садится, не стоит, потому что он на него дурно влияет, вот только вот с этим он будет играть, только вот, пожалуйста, мы вот такие тексты мы читать не будем, мы читаем только такие тексты, в таких праздниках мы не участвуем, мы участвуем только в таких, то есть вот по всяким мелочам вмешиваются в жизнь, получается, это уже отдельная большая тема для будущих наших подкастов, значит, гиперопека, это, как сказать, есть, оно есть в разных, скажем, уровнях, есть здоровая опека, есть гиперопека, возможно, есть гиперсуперопека и так далее, у гиперопеки, конечно же, есть и последствия, и конкретные способы, как не становиться гиперопекуном, как не становиться, я думаю, тут не надо сильно бояться за все проявления этой жизни, потому что мы часть этой природы, в первую очередь мы часть природы, вот недавно забавный случай был, когда вы возили детей в Хлопковые поля, они с такими горящими глазами вернулись, и я понял, что многие из них никогда на поле не были, многие из них просто не были, но, они вот этих, значит, сорвали, у узбеков это называется койткен, такие колючки, кругленькие колючки, есть такое растение, оно высыхает, оно действительно колючкой становится, как вот этот, липучка становится, они говорят, вот возьмите это, я взял, для меня это обычное дело, я вырос-то там, вот киньте мне на футболку, я кидаю, оно липает, действительно, это забавно очень для них, да, как бы, насекомые, о, так много разных насекомых говорит, а вот если этого ребенок не видит, он даже дома тараканов будет бояться, хотя тараканы, это городские весь, между прочим, насекомые, городские люди каждый день видят, но при этом боятся, да, как, или что-нибудь залетает из окна, страдает, да, вот, пока кто-нибудь не убьет, пока они не убедятся, что его уже нету, они, вот я видел такие истерические моменты, получается, все-таки как можно больше разные проявления этой жизни им показать, да, не обязательно, чтобы они пережили что-то плохое, но, но когда-нибудь в словесные, там, легкие физические передряги вступают иногда, ну, давайте своим именем назовем, там, драки, да, маленькие, безобидные бывают, кто-то кого-то поругал в школе, а ругаются дети, да, как бы, если поругались, лучше просто, надо сказать, что это не совсем плохо, ладно, не переживай, как бы, да, ребенку надо сказать, или докопаться до истины, из-за чего это началось, а вот часто ко мне приводят детей, которые поругались, или поссорились, подрались даже, приводят, я, во-первых, на удивление, я их тепло встречаю, я говорю, присаживайтесь, как дела, нормально, а что вообще случилось, вот они такую ерунду рассказывают, потом, в конце, вот, до самой причины, когда доходят, смешно становится, я говорю, ребята, из-за этого надо было ругаться, да, но родители это более серьезно принимают, как это, что это, позовите родителя того мальчика, а часто наоборот, потом оказывается, когда мы в камере просматриваем, наоборот, другой мальчик, допустим, был зачинщиком, а они вызывают родителей, я говорю, а почему на уровне родителей должны мы решать, да, давайте на уровне этих же детей решим, просто скажем друг другу, учим этих детей, как бы, во-первых, прощать друг друга, да, обиды в себе не держать, я часто так и делаю, я говорю, у тебя есть зло на него, нет, говорит, у тебя есть, нет, я даже не говорю, извинитесь перед друг другом, я это слово не использую, почему, извиняться тяжело, трудное, самое трудное слово, это извини, да, я говорю, ты скажи, простил я тебя, он говорит, я тебя прощаю, тот тоже, говорит, я тебя тоже прощаю, пожми руки, идите сегодня вместе обедаете, хорошо, это говорит, хорошо, если мы так не учим людей договариваться, стрессовых ситуациях, конфликтных ситуациях, самим решать, большую часть проблем, да, никогда мы не получим, значит, самостоятельно, стоящих на своих ногах, видите, а мы же таких хотим, мы таких хотим, мы же изначально, я не знаю, какой-нибудь родитель, который бы сказал, нет, я всю жизнь буду сам таскать его на плечах, это никто такого, поэтому, конечно, все мои родители испытываем глубокую такую слабость к своим детям, но эта слабость не должно как бы унаследовать, не должны унаследовать эти дети, и они не должны быть слабенькими, просто слабость, это любовь, в меру проявленная, вот эта забота, опека и так далее, что бы вы хотели в конце нашего подкаста. Я хотела бы сказать, знаете, что у многих хороших родителей, то есть хороших мам, вот есть, может быть, в какой-то момент вот эта склонность к гиперопеке, но что здесь помогает, я сама иногда себя ловлю на таких моментах, что вот я могу опекать ребенка там, где не надо, но здесь вот в помощь окружающие, например, есть люди, которые скажут, слушай, Земфира, ты вот здесь так, да, вот это не надо, вот это не надо делать, это уже он может делать сам, я думаю, действительно, я здесь уже остановлюсь, пришло время, просто когда, знаете, очень трудно маме, когда она все время находится с ребенком, вот как говорят, мы для мам всегда будем маленькие, и вот иногда вот эту грань мы не видим, что ребенок уже вырос, он для нас все равно наш малыш, которого мы вот родили как будто только вчера, конечно, вот окружающие, здравые окружающие, когда ты не пытаешься быть самой лучшей, вот только я знаю, как надо, я, например, не знаю, как надо иногда, и когда вот окружающие мне что-то, например, скажут, слушай, здесь ты палку перегнула, как бы, здесь вот отпусти его, вот это вот ты уже на него там не делай, и я благодарю, вот я начинаю анализировать, думаю, да, действительно, он тут уже большой, он уже вырос, вот это он уже может делать сам, вот он уже сам завтраки готовит, например, или сам свою постель убирает, сам что-то может постирать, там, да, это вот, это моменты, которые он может уже делать сам, вот, то есть, слышать окружающих, и не думать, что только ты знаешь, как правильно, всегда помнить о том, какая бы ты ни была хорошая мама, или хороший папа, ты всегда можешь ошибаться, потому что, просто потому что, не видишь какие-то моменты, это первое, ну, вот что помогает, например, мне, а потом понимать такие моменты, как вы вот правильно сказали, отпустить, жизни дать, вот мне помогает, например, вот эти вот моменты, тревожность, она есть у всех, особенно, когда ты мама, и всегда ты будешь тревожиться своего ребенка, тем более, в таком мире мы сейчас живем, да, ну, он всегда, наверное, сложный, но нам кажется, что вот этот мир, в котором мы сейчас живем, он самый сложный, не так, как было раньше, я, ну, мне в такие моменты помогает, я всегда говорю, я всегда, как бы, полагаюсь на Всевышнего, и я говорю, что вот Боже там Всевышний храни его, Аллах храни моего ребенка, да, помоги мне, и вот мне это дает успокоение, каждый может свое успокоение найти, но мне вот это дает успокоение, когда я полагаюсь и знаю, что вот художеном всегда со мной, и он всегда направит, будет оберегать моего ребенка, и также меня, каких-то неправильных поступков, вот, и это второй момент, и третий момент, понимать, ну, если у тебя, конечно, глубокие проявления уже, этой гиперопеки, то есть, психологу нужно бежать не с ребенком, а тебе самой, вот, потому что очень часто, вот, гиперопекающие мамы, сейчас уже, услуга психолога доступна, как бы, ну, хорошие психологи, я думаю, есть, да, и такие мамы все время ведут к невропатологу, к психологу, еще кому-то, к миропсихологу, да, к детей, да, это нужно, может быть, в каких-то случаях, если тебе рекомендуют это, если тебе это не рекомендуют, педагоги, или там, психологи, те же там, и нейропсихологи, не нужно говорить, нет, вы не знаете, и вы, нехороший там, например, психолог, я другого найду, если не угодили, другому, да, то есть, они считают, что вот, если они видят проблему, то есть, проблема должна быть, это просто психолог не видит, может быть, нужно не с ребенком к психологу идти, а может быть самим нужно проработать и понять, откуда корень вот этой вашей тревожности. И понимать, что, ну и всегда себе вот говорить и анализировать, что как бы я ни старался, от всей жизни я своего ребенка уберечь не смогу. Если сейчас он в маленьком возрасте не научится решать свои проблемы на своем уровне, то когда он вырастет, это не придет просто с тем, что он институт закончит и как бы научится проблемы решать. Нет, институт не научит этому, школа не научит этому, этому учат жизнь. И всегда надо мамочкам и папочкам, конечно, тоже понимать, что вот постепенное решение проблемы ребенком самим постепенно выведет его к тому, что он научится уже решать более серьезные проблемы, когда он вырастет, решая вот сейчас маленькие проблемы свои сам. Спасибо. Значит, заканчиваем наш подкаст опять с повторением тех же слов. Мудрые слова узбекского народа, что в переводе означает «береженный глаз попадает с заноза». Будьте здоровы, опекайте своих детей в меру. До свидания. Реально, час проговорили.